Лет пять назад рогалики были далеко не так популярны и только набирали обороты. Нерушимый столб из Айзека, Ганжина и Трона лишь иногда пошатывался от новых проектов. Это сейчас, пока проходишь один рогалик, выходит два новых и DLC с апдейтами для старых. В общем-то, из-за скромного разнообразия, ютуберы тех времен и, в частности, я, щипали буквально все новинки. Badass Hero в своё время засветился у Серёги, Неаноми, Витька, Рекви, а мне что-то он вообще не понравился и тратить своё время на игру я не стал. Геймплейно я не увидел ничего интересного или нового. Графика и дизайн мне тоже не понравились. Звуки какие-то максимально отвратительные, а роялти-фри музыка Кевина Маклауда, которая я в роликах наслушался, так вообще крайней точкой стала. Почти все прошли первую главу и об игре забыли. Наверняка на этом история для меня бы закончилась, но разработчики очень настойчивы. Походу, меня подписали на какую-то рассылку, и с 2017 года я получил порядка 16 писем с просьбами поиграть. В какой-то момент меня возмутила такая навязчивость, и мой отсутствующий интерес подкрепился принципом. Ну не буду я играть в вашу игрульку, хотя постойте, это чё я? Эпилептикам и психически нестабильным людям. Видео лучше не смотреть. Итак, Fury Unleashed. За прошедшие годы игра преобразилась со всех сторон, и коснулось это даже название. 2D сайдскроллер, вдохновленный металл слагом и контрой, заряженный эффектом рогалика. Всё это в сеттинге комикса, который, как по мне, не дожат. Вроде как персонаж передвигается по кадрам комикса, разным главам, из врагов выпадают чернила, но чёрт побери, вспомните комикс-зон. Ладно, я, конечно, уважаю аналитику Ютуба, и хотел бы верить, что вся моя аудитория такая взрослая, но я-то знаю, что вы ставите больше 18 лет для просмотра йоги и депиляции, правда? Комик-зон — это самый стильный битэмап эпохи Мизозоя. По сюжету в дом главного героя Скетча Тёрнера фигарит молния, после чего он меняется местами с главным злодеем собственного комикса. И то, что действие происходит в нарисованном мире, ощущается на протяжении всей игры. Надписи и реплики офигенно стилизованы, и за них цепляется глаз. При ударах разлетаются маленькие ошмётки бумаги. Персонаж буквально перепрыгивает через кадры и взаимодействует с ними, а страницы вовсе рвутся. Враги не просто статично находятся в кадре, злодей дорисовывает их. Ну и, конечно, комикс развязывает руки в плане разношёрстности локаций. В финале даже видно, как последний кадр всё ещё не дорисован. Игра 95-го года задаёт планку. Это я к чему. В Badass Hero, то есть Fury Unleashed, даже близко не будет таких приколов, хотя сеттинг идентичен. Вообще, для меня это какая-то больная тема. Все эти нарисованные миры вызывают у меня неподдельный восторг. Может, кто-то помнит потрясный квест в Обливионе, когда нужно было спасти художника из собственного холста. В этом маленькомерке всё вплоть до троллей было нарисовано. С них даже уникальный нарисованный ингредиент залутать можно было. И как же я расстроился от нарисованного мира в Dark Souls. Конечно, локация отличалась, как и все остальные, собственно, но это всё ещё мрачный Dark Souls с колёсами. Короче, дизайн и визуал Fury Unleashed в целом приятный. Если посмотреть, какие скукоженные мутанты бегали в первых версиях и насколько игра похорошела при раннем доступе, то разработчикам респект и только респект. Анимации, текстуры и эффекты стали на порядок лучше. Но по факту, если бы не вот эти перебивки с генерацией зон, я бы даже забыл, где происходит действие игры. Так и каким же хреном сюда вписалась моя лиса? Да всё просто. Рогалик поддерживает мастерскую, куда можно загружать свои шапки. Разработчики нарисовали красную лису, и я был впечатлён. Правда, потом не сказали, что это перерисовка с моей шапки, но всё равно круто, запарились ведь. Удивительно, как много связано с этим рогаликом. Именно в период его прохождения я выпал из медиапространства и пропал на несколько месяцев. Причём обидно, что закончить мне пришлось прямо на финальном уровне. Спустя 10 месяцев я многое позабыл, и формировать какой-то обзор было бы сложно. Так что специально для вас я удалил практически пройденный сейв и начал с нуля. Справедливости ради, этот сценарий пережил незапланированный переезд и очередное спасение из долгого ящика. Игровой процесс до боли знакомый. Бегаем по комнатам, отстреливаем монстров, лутаемся, боссы и вот это вот всё. Геймплей строится от комбо-системы, которая выделяет рогалик на фоне остальных. При убийстве врагов будет набиваться стрик, и чем он выше, тем больше плюшек. Но, честно сказать, в начале эта механика не работает. Во-первых, новичок не сможет быстро играть, не изучив монстров и примерную генерацию, тупо не освоившись. Во-вторых, в начале нет перков, которые разгоняют эту самую комбо-систему. Из противников льются чернила для мета-прогрессии. Фактически, это просто левелапы, которые вкачивают здоровье, урон, какого-то чёрта кадры неуязвимости, ну и самая важная комбо. Сама прокачка получилась странная. Она не душит, потому что в первых забегах игрок умирает явно не от недостатка способностей, а именно что от неизведанности. С другой стороны, странно, что как таковое комбо нафиг не нужно, пока ты не вкачаешь бонусы за него. Зато потом на больших стриках есть смысл торопиться с зачисткой локации, потому что помимо увеличенного прироста чернил, появляются щиты. Сами по себе они поглощают любую тычку, и с прокачкой их можно удерживать до трёх штук, каждый из которых бустит шанс крита и скорость при зарядке. Да и со специальным навыком комбо-трёх позволяет выбивать сферы лечения. Потом ещё и супер-граната появляется на 10 комбо. В общем, я думаю, вы усвоили, что комбо-круто. Но новичок с высокой вероятностью вкачает какое-нибудь ненужное хп, и в этом плане мета-прогрессия может слегка поддушить. Помимо комбо, крут здесь левел-дизайн. Я специально пересмотрел старые летсплеи и подметил, как сильно поменялась генерация. Раньше буквально все локации были построены на бесконечных ловушках и тупиках, которые всячески тормозили игрока и как следствие сбрасывали комбо. Не сказать, что от таких подлянок полностью избавились, но ругаться из-за комнат более не приходится. Вообще игра построена таким образом, что можно пролететь с первой до последней румы Аки Спидранер. Персонаж хорошо контролируется в воздухе, да и всё управление суперотзывчивое, без перетянутой инерции. На бегу можно стрелять, прыгать и чуть ли не скользить по поверхностям. И самое важное, комнаты здесь не закрываются. То есть можно даже не убивать всех врагов или выйти из опасной на данный момент обстановки. Это хорошо дополняется системой телепортации. Из любой точки при наличии заряда можно телепортироваться в комнату, что в свою очередь обновляет комбо. Fury Unleashed это не рогалик с отстрелом монстров из-за баррикад. Игра располагает к быстрому непрерывному прохождению. Конечно, никто не запрещает взять снайперку и очень аккуратно выцеливать жуков, но и качественных поощрений в виде хп, щитов или чернил не будет. И мне очень нравится проведенная работа над Quality of Life. Пока игрок взаимодействует с объектами, комбо замораживается и перестает понижаться. Это дает время на анализ ситуации и на совершение выборов. Те же чернила магнитятся в спрайт героя. И не будет идиотских ситуаций, как в Дангриде, когда золото из монстров выпало на шипы. У персонажа также есть мили-оружие, которое используется параллельно огнестрелу. Пока перезаряжается автомат, не нужно стоять как беспомощный истукан или прятаться. Не теряя темп, просто вламываешь сбиты. Да и в случае чего, многих врагов можно растоптать как в Марио. Так что загнать игрока в угол нужно постараться. Отдельно понравилось, что можно сразу разбирать ненужные предметы в чернила. Игра дает достаточной информации, чтобы легко в нее влиться. Описание предметов четкие, в любой момент можно отследить характеристики и полученные бафы. Даже секретки сделаны приятно. В стенах иногда появляется портал, который закрыт на определенный счетчик комбо-убийств. Это своеобразное испытание выносливости. Пробежать полосу препятствий без урона или одолеть всех противников также без получения повреждений. Причем, даже если провалить испытания, основное комбо никуда не денется, и его можно продолжать набивать. За счет этих деталей выстраивается геймплей, который сложно назвать несправедливым. Разнообразить забеги принялись не только секретки испытания, но и целая пачка разных НИПов. По большому счету это торговцы разной направленности. Но особой радости они не принесут, потому что весь шмот катастрофически скучный. Условно, предметы можно поделить на несколько категорий. Броня, которая выдерживает определенное количество урона, после чего разрушается. Разного вида активки. Заморозка, турель, дрон, замедление времени, ярость. Внезапно я описал все существующие. Модификаторы гранат на осколки, поджог, лечение. Немногочисленные пассивные апгрейды типа компаса, запасы хп и гранат. Ну и пушки. Думаю, в особом пояснении не нуждаются. Как бы я не хотел продолжить хвалебные мантры Рогалику, с этого момента у него появляются проблемы. На двух страничках невозможно разместить достаточно предметов, чтобы было интересное билдостроение. Из-за этого выбор шмота напрямую зависит от цифр. Причем стоит только перейти в новую главу, как вся экипировка становится заметно слабее. Первым же делом нужно заменить оружие. Вроде и пушек не то чтобы мало, можно даже чертежи новых находить. Но разительных отличий в стрельбе не чувствуется. Что ракетница, что снайперка или даже какой-то инопланетный лазер не изменят коровый геймплей. Фьюри все так же мчится на спидах по комнатам, отвлекаясь на ваншоты противников. Да, какие-то фавориты по проджектайлам или может дальности атаки все равно появятся. Но стоит встретить пушку чуть посильнее, как тут же забываются все принципы и вкусы. Пассивки на броне тоже не дают каких-то ярко выраженных способностей, чтобы цепляться за них и чинить доспехи у кузнеца. Вообще весь менеджмент инвентаря превращается в какой-то рутинный обряд, занимающий доли секунды. Как следствие, все эти анлоки чертежей не приносят удовольствия и не чувствуются значимыми. Нет возможности сыграть за мага, милишника или инженера. Фьюри это Рэмбо. И Рэмбо он до конца игры. А чё тогда делать, когда закончатся красивые анимации? Даже в двух слотах под оружие оказывается мало толку, потому что любое оружие подходит для любых ситуаций. А на крайняк есть гранаты и миля. Зато всё не так печально по части уровней. На момент этого видео было три комикса и наброски автора. Каждый комикс состоит из трёх глав и финального босса. На каждой главе, помимо визуальных изменений, появляются новые монстры и ловушки. Видеть такое в рамках одного уровня очень круто. Плюс все комиксы кардинально отличаются по сеттингу. Ацтекские джунгли с вудоскелетами, технологичные неонацисты и инопланетный корабль с пришельцами. Тут разработчики подошли с умом и проявили себя на разных поприщах. Больше всего мне нравится, как упор идёт не только на эстетическое восприятие, но и на механике. У ацтеков простейшие ловушки на основе пил. Нацисты пользуются гранатами... Нихера. Ну, извиняюсь, нацисты пользуются гранатами, турелями и джитпаками, а у пришельцев появляются неприбиваемые щиты и джампады. Всё это дополняется финальными главарями и огромным количеством мини-боссов. Последних здесь и правда много, но когда повстречаешь десяток таких, становится понятно, что все не работают по одинаковой схеме. Две, ну максимум три атаки, обязательно тесная арена до булитхэла побольше. Атаки даже читаются и кажутся честными, но менее унылыми от этого не становится. Ощущение, что тут особо и не старались, только посмотрите на эти дизайны. Паук, 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 цветок из ПВЗ, ещё один, три скелета, пиздец какой-то, четыре мать его вертолёта и пять танков. Я, конечно, понимаю, что старались забацать всё под сеттинг, но где полёт фантазии? Кто бы мог подумать, что такая же история и с главными боссами. Их, конечно, поменьше, но суть примерно та же. Единственное противостояние ожидается в самом финале игры, и этого маловато. Кстати, после убийства трёх финальных боссов комикса появляется возможность стартовать забег не с самого начала. Впрочем, многие ли из вас пользовались лифтом из ЭТГ? Там он имеет куда более важную роль, так как игрок может потренировать монстров и боссов конкретного этажа. Правда, как по мне, разработчики перестарались с затратами по ресурсам, и к моменту разблокировки лифта игрок уже осиливает этаж выше. Здесь же нет нужды скипать комикс, так как теряется драгоценный лут, чернила, благословления и прочие ништяки. А боссы, которые должны быть основной проблемой, запоминаются с первой попытки. Но всё равно прикольная мелочь, чтобы сделать короткий ран под пивко после работы. В промежутках между ёбочкой будут сюжетные вставки, которые ломают четвёртую стену. На планшете дадут почитать различные статьи и новости по поводу легендарных комиксов Юри Анлишт. Некогда легендарных, потому что сейчас серия скатилась, у автора депрессия, а мы как самое светлое его создание должны навести порядок. Добравшись до альбома с набросками, оформляем хэппи-энд и рефанд? Да в общем-то нет. Игра по своей сути очень даже неплохая, и свою задумку она вполне выдержала. Этот рогалик не пытается пародировать другие проекты, и задаёт свой темп. Просто сразу стоит принять, что это не про уникальный экспириенс в каждом ране. Игрока вроде бы даже пытаются задержать другими режимами. Помимо детской сложности для казуальных бейбиков, есть невероятный уровень, где вместо прокачки перки выдаются по мере прохождения уровней. И легендарный режим, где прокачка отсутствует вовсе. Оба они, ну так себе. На невероятной сложности очень сильно решает кубик, который роляет способности. Ранее я уже говорил, что игра начинает работать только после прокачки определённых пассивок на комбо. И если они не выпадут, забег будет ощущаться неполноценным. Играть на легендарной сложности — это изначально смириться с кастрацией. Никаких комбо и тот самый ненавистный геймплей с кресиной осторожностью. Одолеть этот режим я смог только по твич-модам, где чат старался выбирать хорошие награды. Кстати, твич-мод работает как-то в полоборота. Первый раз забег просто крашнулся, во второй что-то странное произошло с характеристиками предметов. Но когда я играл, как раз завезли два гостевых мода — Суперход и Некроденсер. Суперход — это Суперход. Любой урон летален, но, к счастью, есть встроенные перки на щиты. Ну и само собой, время идёт только в случае движения игрока. В принципе, для Суперпотничей вполне сойдёт. Некроденсер — это какая-то шляпа. На это физически больно смотреть, уж не говоря об игре. Стрелять можно только в ритм, но нет никакого поощрения или переработанной комбо-системы. По сути, можно тупо закликивать мышку. На фоне постоянно мерцают шахматные клеточки, а персонажи бесоюбят рывками. Треки пытаются быть похожи на Барановские, но в каждом комиксе они одинаковые, да и это абсолютно не тот уровень. Враги также пытаются стрелять в ритм, из-за чего творится какая-то несуразица. Чтобы компенсировать всю кривизну режима, игроку со старта дают 300 хп и сильный арбалет. В итоге, все три комикса я пипежно проспидранил, не поднимая предметы. Я прекрасно понимаю, что подобные коллаборации могут дать какой-то выхлоп, но это тупо чёрное пятно для репутации. Режимы, даже если и смогут удержать игрока, то явно ненадолго. Спасительной соломинкой может стать онлайн-кооператив. Его уже херову тучу времени пытаются интегрировать. Но я вполне успешно играл через ремоутплей. Как рогалик, Fury Unleashed получился не сильно реиграбельным. После десятка часов делать в нём особо нечего. Но по части геймплея здесь явно постарались. Я помню, как научился входить в этот неудержимый поток скорости. Комбо могло тянуться из одного комикса в другой. Это приносит очень приятные эмоции и заставляет чувствовать себя каким-то не ошибающимся корейцем. Кажется, словно под этот геймплей не смогли потянуть всю остальную игру. Какая-то она слишком стерильная. Оружие, предметы и боссы не пытаются выходить за искусственные рамки. Поиграть с другом или на скидках вполне себе можно. Но если по описанию геймплей не заинтересовал, лучше пройти мимо. Надеюсь, разработчики больше не будут спамить на почту. Мир вам!